Приветствую вас. Я думаю, что в начале желательно, крайне желательно вам было бы поисследовать как раз свою эмоциональную сферу, сферу своих потребностей, которые у вас безусловно есть, потому что нужно понимать, что та ваша история, о которой вы немножечко рассказали, нас свидетельствует о большом, достаточном количестве ограничений, о больших количествах страхов, сдерживаний, неуверенности, тревоги, может быть тревоги, и о довольно сильном контроле и о высоких, достаточно высоких, как мне кажется, требований к себе. И все это у вас все перемещалось, и хочется одного, это в какой-то степени, да, блокируется, вот, есть ощущение уже, что хочется другого, вот, ну и в итоге не совсем вообще, вообще говоря, не совсем понятно, чего хочется, да, вот. Поэтому, в первую очередь, к своим желаниям нужно быть внимательным и внимательным, вот, с одной стороны, не дарая пицца на них реагировать, вот, с одной стороны, не спешить их, ну, как-то вот, удовлетворять, да, сразу, с другой стороны, смотреть на них внимательно, принимать их и, как бы, внимательно отслеживать, значит, то, что вам именно хочется. Потому что, потому что, например, женщина интимную сферу достаточно редко воспринимает в чистом виде. Женщина, скорее, интимную сферу воспринимает всегда в определенном контексте, вот. Это важно, в принципе, понимать, вот, и важно, ну, важно это помнить, важно это помнить. Вот, именно, вот, то, что по-разному воспринимает женщина-мужчина темно-темную сферу. И то, как вы воспринимаете, например, эту сферу вы, как вы, ну, как вы могли бы, например, эту сферу воспринимать. Это, ну, не то же самое, как воспринимает эту сферу, например, ну, мужчина, мужчина, допустим. Вот, и, как бы, вашим чувством, ваши эмоции, ваши, вот, переживания, может быть, связаны именно с тем, что не всегда понятно, как это взаимодействовать. Потому что, если, например, вы себя сдерживали долгое время и не позволяли себе быть слабой, то, естественно, вы какие-то вещи, которые, там, вам были недоступны, а сейчас, сейчас вы их только замечаете. И, действительно, лучше с этим обращаться. Вот. Вполне возможно, что то, что вы описываете, это просто, так скажем, ну, реакция на какое-то запрещенное поведение. Вот, ну, запрещенное поведение имеет в виду, по вашему мнению, с вашей привычной точки зрения, которую вы не подвергаете сомнению. Вот, вполне возможно, что речь идёт об этом. Ну, может быть, и, безусловно, что-то другое. Может быть, безусловно, могут быть какие-то, ну, какие-то другие вещи, может быть, безусловно, какие-то другие аспекты. Вот. И это нужно учитывать, тоже, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Значит, ну, чтобы лучше в себе разобраться, нужно, конечно, заниматься психотерапией. Вот. Поработать с личными границами. Вот. Поработать с вашими эмоциями и чувствами. Вот. Вот. Посмотреть на них, посмотреть на их выражения, да, на то, как вы с ними обращаетесь. Вот. Все это, на мой взгляд, достаточно важно. Вот. Ну, и поисследовать вот то, что вам неприятно. То есть, ну, вот, поисследоваться, как вот, поисследоваться, то, как вы, вот, реагируете на, ну, на машину, да. Вот. Вот. И, вот, и, стоит этот реактор, ну, вот. Который у вас, э, есть, значит, э, ну, который вот, вот, как вы сейчас реагируете на, 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 на этот. Вот это, мне кажется, ну, важно, достаточно важно. Вот, в принципе, то, что я вам могу сказать. Так, значит, мне по идее много лет, если бы не надо строить отношения с ними, но как и с кем, чем отношения отлучаются от логихих отношений. Ну вот, понимаете, у вас здесь ключевой момент, как мне кажется, в том, что вы предъявляете себе требования. Вот, мне кажется, в чем штука. Вы предъявляете себе требования и предъявляете себе требования к отношениям. Мне кажется, что для каждого файла, ну, у каждого файла, ну, у каждого файла. И поэтому вам бы здесь желательно послушать, послушать, послушиваться к себе. Вот, что вы сами, по вашему мнению, ну, можете, можете посчитать, ну, посчитать серьезные отношения. То, вот, именно сами. Вот, что вы можете посчитать, то, в принципе, и является этим самым. Вот, поэтому, какого-то такого единого цензы нет того, что можно считать с серьезными отношениями. Вот, значит, ну, это можно научиться с помощью психотерапии, когда непосредственно с вами будет контакт. Вот, на ключевой момент, что, вот, много лет, наверное, строить отношения для семьи, а зачем? Вот, а вы хотите сейчас взаимодействовать с другими мужчинами, супер. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Тоже у них меня добавил, мне хочется любви. А вот хочется любви, это не принято себя. Вот, не принято, не принято это. Да, некое такое отвержение себя у вас чувствуется. Вот, может быть, оспаривание чего-то в себе. Вот, с этим можно и нужно работать, но работать отдельно. Вот. Вот, как-то так. Как определиться, как узнать, какие отношения, как строить? Для этого они научились узнавать себя, а это, в свою очередь, психотерапия. Аноним. Аноним. На этом всё. Надеюсь, что было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.